К сожалению, в силу разных ситуаций присоединиться к масштабному действию могут не все участники событий 40-х. Для них сегодня в Российском Центре науки и культуры силами дипломатического корпуса и городских властей была организована прямая трансляция парада. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина, участникам встречи, ветеранам, малолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда были вручены юбилейные медали – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Конечно же, мы не могли не воспользоваться этим случаем для того, чтобы пригласить ветеранов Бреста на наше традиционное чаепитие и вместе посмотреть этот парад в Москве. Но самая главная причина, по которой мы сегодня приглашаем ветеранов, это вручение по поручению президента Российской Федерации юбилейные медали – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Среди награжденных сегодня будут и бывший узник концлагерей, и труженица тыла, и блокадник Ленинграда. Особенно знаменательно, конечно, что это сегодняшнее событие происходит здесь, на Брестской земле. В памяти победы у народов Белоруссии и России общая, поэтому мероприятие получилось по-настоящему дружеским и семейным. То, в чем в первую очередь нуждаются ветераны сегодня – это внимание и забота. Встреча прошла в формате дружеского чаепития, где его участники смогли вспомнить тех, кого уже нет с нами, а также рассказать фронтовые истории. Самое ценное, что эти героические люди могут подарить современному поколению молодежи. Эта великая победа, 75 лет назад, она была добыта советским великим народом. Большой вклад в эту победу несли и белорусы, и украинцы, конечно же, и россияне, и участники войны с других союзных республик. Поэтому это наше общее достояние, это наша общая победа, и мы вправе гордиться все вместе этой победой. Кроме того, в фейер российского центра науки и культуры участники встречи смогли познакомиться с выставкой, посвященной событиям на Курской дуге. Редкие архивные фотографии, репортажи с места событий, собранные полевыми военкорами, как нельзя лучше рассказывают о тех непростых событиях. Фернисаж находится в открытом доступе, с ним могут познакомиться все желающие.